Из-за непогоды 27 населенных пунктов Крыма остались без света. В общей сложности это 10 тысяч потребителей. Большая часть отключений пришлась на южную часть полуострова. На прямой связи со студией Яна Щербатая. Прямо сейчас узнаем, как идут аварийно-восстановительные работы. Яна, здравствуйте. Когда электричество вернется в дома жителей Крыма, учитывая, что в регионе объявлено экстренное предупреждение в связи с ухудшением погоды? Да, коллеги, приветствую. Но пока энергетики не делают никаких прогнозов, неизвестно, когда электричество вернется в дома потребителей. На данный момент 19 населенных пунктов остаются без света. Восьми из них электричество подключили уже частично. Но в основном пострадали населенные пункты трех, четырех, я прошу прощения, районов Крыма. Это Сакские, Ленинские, Черноморские и города Евпатории. На данный момент там идут восстановительные работы, ведутся энергетиками. Это работают 56 человек, это 14 бригад. Причиной таких проблем с электричеством стала погода, а точнее, как вы можете видеть, не погода. Сильный снег, ветер, а также отложение мокрого снега, которые попали на линии электропередач. Вот из-за этого и случилась такая неприятная история. Отключилось электричество в населенных пунктах. Но энергетики ожидают еще ухудшения ситуации, ожидают новых повреждений, потому что в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что ветер будет достигать 25 метров в секунду. Очень сильные снегопады, дождь, переходящий в мокрый снег и гололед. Все сотрудники МЧС приведены в режим повышенной готовности. Я предлагаю послушать, что говорят сами спасатели. По данным Крымского гидрометцентра, в связи с выходом южного циклона в Крыму уже сложились сложные погодные условия. Ожидается еще усиление ветра до 20-25 метров в секунду, а также сильный снег, прям снегопады, метель и гололедица. В целом, обстановка в Республике Крым остается стабильная. Главы муниципальных образований и главы аварийно-спасательных служб Республики были заранее предупреждены о прохождении данного циклона. Ангарский и Грушевский перевалы остаются проездными. На Ангарском перевале дежуре 4 единицы техники Крыма-Автодора, на Грушевском 2 единицы техники Крыма-Автодора. Спасатели призывают всех водителей не пользоваться личным автотранспортом, особенно в горной местности, потому что самая тяжелая обстановка, погодная обстановка, будет складываться, по их данным, именно там. Это очень сильные снегопады. Тем более, просят не пользоваться неподготовленным автотранспортом. Вот буквально накануне на одной из самых знаменитых гор Крыма среди туристов, самая популярная гора Ай-Петри, образовались огромные пробки. Но дело не только в огромном количестве туристов, которые хотели, и местных жителей, которые хотели посетить гору. Причиной стали также автомобилисты, которые поехали на гору на летней резине. Из-за этого образовались огромные пробки. Машины несколько часов просто стояли без движения на самых подъездах к флата горы Ай-Петри. После чего было принято решение гору вообще закрыть, а в связи со штормовым предупреждением проезд туда ограничен. Стоят сотрудники ДПС. Организовано два поста. Никого не пускают ни туда, ни обратно. Но в самом Симферополе, в столице республики, сейчас жители полуострова пока наслаждаются вот этой зимней сказкой, снегом, который метет с самого утра в Крыму, а конкретно в Симферополе. Потому что здесь, в республиканском центре, снег — это достаточно редкое явление. Но пока это вся информация. Мы ожидаем изменений погоды и надеемся, что никаких происшествий не будет. Спасибо, наш корреспондент. Яна Щербата рассказала о ходе восстановительных работ в Крыму, где из-за непогоды без электричества остались более 20 населенных пунктов.